добрый день уважаемые зрители так продолжаем работу в программе скетчбук и сегодня мы уже продолжим рисовать использовать инструменты именно для рисования и так за основу будем брать наш контур и над ним создадим еще один слой на котором уже будем работать с покрытиями возьму черный цвет и копик и опять же геометрические фигуры прямоугольник так но здесь уже идет планировочное решение и дизайнерское решение уберу немного прозрачность чтобы не сильно отвлекали существующие уже линии нанесенные и так значит я поступлю следующим образом проведу дорожку здесь она будет в едином до стиле и пожалуй переместимся на третий слой не на том слое я сделал он стал прозрачным вот так и отпускаю так более ярко все я на нужном не слое над слоем и сделаю такое же мощение на самом патио главном возле дома да вдоль дома у меня будет возможно другое решение и так отключаю и уже стеркой используя ластик стираю лишнюю линию то есть объединяю эти зоны в одну целую вот так будет более-менее аккуратно что необходимо нам для удобства значит нам необходимо нанести кладку допустим кирпич будем использовать вкладку симметрия для того чтобы ускорить процесс симметрия и это вот такая линия которая будет дублировать линию с одной стороны на таком же расстоянии относительно осевой с другой стороны то есть сейчас я беру линейку мы можем использовать этот инструмент да два инструмента сразу выставляю линейку вдоль вот так примерно параллельной линии провожу линию и видите также проводится с другой стороны относительно оси еще одна линия и также примерно на одинаковом расстоянии отодвигаю линейку провожу линии переношу опять же ось симметрия нужное мне место и помню о том что с другой стороны на таком же расстоянии будет такая же линия примерно вот так и вот так и еще одну теперь мне понадобится горизонтальная симметрия я отключаю вертикальную линию и у меня получит вот такая горизонтальная линия уже ось по горизонту и опять же беру линейку устанавливаю ее но вместе где предполагаю начать проводить линии выравниваю по горизонту это можно сделать двойным кликом по центру она автоматически вернется и мне нужно передвинуть ось вот на таком же расстоянии у меня появляется линия то есть это ускоряет процесс рисования прямых линий когда необходимо сделать какую-то скажем решетку либо опять же показать кладку из плитки в данном случае вот такая квадратная будет кладка опять же посмотреть как будет выглядеть допустим мелкий рисунок да вот я сейчас мелким в дальнейшем можно будет также по слою сделать более крупную кладку и оставшиеся линии которые там вызывают нему определенные затруднения да можно просто добавить уже по линейке не используя симметрию вот такая полезная функция симметрия то есть может применяться вот так есть еще ряд применений у нее конечно же но давайте посмотрим на таком примере совсем простом и так я создам еще один слой он у меня поверх то есть здесь я буду уже красить раскрашивать маркерами настрою маркер наклон который будет неудобно для штриха размер выберу цвет то есть ну где то что то может быть такое светлая желтая такая светлая плитка либо же ближе таком коричневый попробуйте так наношу штрихи и вижу что я работаю на слое которые у меня сверху откатим назад на всякий случай и переместим слой краски сейчас такое бывает иногда слои отлетают вниз то это их нужно найти нужны нам свои и уже передвинуть на тот уровень который нам необходим это вот что-то в программе бывают такие отлеты но от количества слоев это не зависит как правило и так значит краска у меня опять сверху мне нужно переместить этот слой над слоем где я буду наносить маркеры вернусь на слой 8 вот теперь все правильно сверху контур плитки и раскрашиваю по низу заполняю цветом всю площадь и такое легкое декорирование теперь опять сделаю на тон потемнее какие-то плитки так выборочно участки подкрашиваю более-менее какую-то реалистичность придать фактуру ну здесь особо я не буду какими-то художественными то есть теперь подразмыть все это чтобы не выглядело это какими-то пятнами то есть подразмываем никаких высокохудожественных только примитивные на совсем простые и легкие способы в рисовании используют быстро именно скетч быстрый набросок мягкий ластик и уже работаю по слою с решеткой мягким ластиком я затираю линии то есть где-то стираю создавая такой эффект воздушной перспективы то есть не все же четко не все грани у нас видны так выборочно местами то же самое теперь почистим края вот так вручную ну и в принципе наверное будет удобнее использовать опять линию так линий обрубить все эти лишние хвосты такой вид действительно рисунка от руки быстрого скетча итак далее продолжая работу с данным участком и с проектом то есть проект я по ходу думаю он не заготовлен да вы можете видеть я планирую уже сходу чтобы можно было здесь предпринять такого из одного какого-то решения давайте займемся отмосткой возле дома здесь мы будем делать отмостку под дорожку сразу ее использовать то возле дома сделаем немножко другой переход опять же прямоугольную область и хочу показать вам свойства такой функции то есть я сначала залью заливка из ведра легким тоном каким-то примерно предположительно до совсем легким и тот который мне нужен для чего это это нам необходимо для следующей функции а именно для вот этого замка блокировать прозрачность что позволяет делать эта функция так отключим вид пока чтобы нас не отвлекало смотрите значит я выбираю маркер и допустим для примера сейчас возьму красный свет и покажу вам видите я рисую и как бы так мазки они расходятся так как я их провожу то есть покрывая всю площадь теперь я блокирую прозрачность и все что прозрачно на данном слое она не используется то есть на нем не производится никаких движений рисунков только там где у меня нанесен цвет в тех контурах которые я создал вот так работает эта функция то есть по прозрачному не рисует видите я хочу стереть и мне удается сообщение что прозрачность активного слоя заблокирована по прозрачному не рисуется и не стирается откатим от изменения снимем давайте вернем опять же в прежний вид ну и заблокируем то есть это предсказуемый штрих я провожу его и намечаю таким образом плитки ну где-то может быть неровно ничего страшно добавлю еще один слой и возьму уже перо давайте посмотрим так толщина в принципе большая сделаю поменьше еще раз создам контур дома так это у нас тонкая линия создаю еще один слой поверх него утолщаем эту линию вот так теперь стены не используя ластик делаю такую имитацию окон и предполагаемых возможных дверей так далее создадим вернее давайте объединим все что у нас в принципе получилось и все что нас устраивает отмостку дом то есть у нас теперь будут на одном слое далее будем прорабатывать тот проход дорожку которую мы запланировали то есть у нас есть конфигурация этот проход нам будет необходим для хождения по участку вернее этот эта зона какое какой проход мы будем делать это уже мы решим как дизайнеры но он должен не менее быть не менее той ширины которую мы запланировали здесь и так я беру прямоугольник и делаю первую заготовку немного шире и это будет у меня такой дощатый проход из досок возможно до имитации какого-то бруса в уровень землей давайте его сразу же разукрасим под дерево я использую заливку дал самый светлый тон теперь я заблокирую этот слой прозрачность заблокирую на да и уже будут с какой тональностью подбирать то есть вот так под деревом возьмем маркер добавим так так и сделаем разных разных работает также то есть она размывает только там где у нас краска за границы нашей прямоугольной области она не выходит нарисую рисунок так сказать имитацию до под дерево имитирующие годичные какие-то кольца примерно вот так чтобы понимать что это у меня доска ну что ж в принципе готова вид меня устраивает быстро аккуратно теперь использую выделение выделяю control c control в я вставляю на следующий строй control c control в я могу переворачивать могу отражать смещать немножко собью вид прямого пролета да вот таким образом то есть где-то как-то пододвинув уже опять дизайнерское какое-то решение вот так вот так вот примерно такой вид добавить немножечко в эту строгость такого предсказуемого хаоса и так выделяю любую из досок опять же да видите они все на отдельном слое control c control в опять у меня в распоряжении доска и вот слету хочу добавить здесь такой же элемент мне кажется что это будет работать далее уже посмотрим насколько я прав своем предположении и еще одну то есть три четное мне не нравится буду делать нечетное можем изменять размер до откатываем назад и возвращаемся к исходному все у меня устраивает я закрываю вот такой проход получился он в границах ранее намеченного нашего планировочного решения ну немножечко с какими-то изменениями так верну слой значит давайте все сольем опять все доски в один вот таким образом добавлю еще один слой и уже буду работать с патио и так создал слой над газоном толщину линии то есть я могу либо копик использовать но она слишком прозрачная либо мою любимую мое любимое перо до перо меня устроит потому что прозрачность линии если она даже будет слишком яркая где-то я могу потом в настройках слоя снизить эту прозрачность и сделать ее более прозрачной скопиком а повысить не получится только понизить слишком блеклый не давайте сделаем поярче с запасом чтобы можно было потом как-то исправить привести вид все определяемся значит работаем с пером и здесь я буду использовать какой-то дикий так сказать камень не ограненный до имитацию такой природной площадке произвольные абсолютно формы здесь я не привязываюсь не к размеру а именно я хочу добиться ну скетча до понять как это все будет между собой сочетаться строгие какие-то формы природные формы то есть использую я за основу слой который меня был с контурами зон он дает мне как бы понимание границы и по этой границе я уже прорисовываю это патио эту кладку абсолютно свободными линиями то есть так как хочется где-то разная степень нажатия и она сразу видно до линия либо более такая насыщенная либо более обликла это когда послабее примерно так и вот ну все-то думаю что достаточно дальше уже идет планировка какой-то зеленой зоны декоративной добавлю еще один слой опять сверху добавил придется переместить контур кладки и перемещусь на слой 22 то есть под ним и уже займусь разукрашиванием здесь я попробую какой-то более холодный цвет камня я разукрашиваю и спокойно цвет ложится на газон сверху перекрывая его опять немного теней добавить разнообразие да во все эти формы то есть чем больше цветов тем это будет более контрастно смотреться но будем использовать два по минимуму чтобы не затягивать возьму цвет газона через редактор цветов да видите пипетка я взял и у меня цвет газона и этим цветом уже маркером я прорисую какую-то возможно может быть это будет мох да либо трава будет пробиваться газон где-то по швам по стыкам чуть-чуть потемней то есть использование пипетки можно очень просто взять цвет не вспоминая какой мы использовали ранее все это будет у нас сочетаться с уже имеющейся цветовой схемой то есть с газоном которым разукрашиваю ну добавлю по краям где-то здесь здесь подкинет вот такая дикая кладка не буду даже подравнивать до подтирать стеркой эти края стирать их краски а просто закрашиваю зеленым и возможно потом расширить так по зонированию значит у нас предполагается посадка здесь здесь зона для посадки идеально и внизу что же у нас здесь давайте по простому опять же для примера пойдем и создадим сад трех сосен то есть у нас одна сосна уже есть примерно взрослая найти примерно такую же крупномер не составит труда если такая концепция идея понравится ну пример я выбираю слой с деревьями выбираю выделить круг беру нашу сосну control c control в вот одна первая тени немного пляшут да то есть здесь уже привязки нет но у нас нет на это время так сказать и вторая то есть вот я добавил две сад трех сосен можно разработать какое-то концептуальное решение да с этим патио это же с каменным каменистые россыпи и у нас остались еще мы разделили зоны получается зеленые зоны у нас разделены и мы будем создавать здесь что-то создадим еще один слой либо посадки в природном каком-то стиле кустарников либо какие-то цветочные композиции возьму перо для чернил и абсолютно пока что не привязываясь к посадкам это не посадочный чертеж я разрабатываю концепт то есть таким образом очень просто штрихами линиями я показываю возможные посадки кустарников либо все-таки это будет какая цветочная композиция но возможно кустарники может быть какие-то розы рукозы что-то такое обычное но в то же время уже в голове я думаю что это будет что такое природная дикая то есть это будет в любом случае не моно а смесь здесь по холму то есть покажу какое-то ветвление возможно облествление кроны может кусты может клумбы но скорее всего до кусты с цветами и здесь добавлю то же самое закрою что-то скорее всего какие-то посадки кустарников далее чтобы придать этому всему более интересный вид доходчивый нам нужно обозначить что это кустарники возьмем зеленый выделим их на фоне газона так примерно более темным тени не буду я для них прорабатывать потому что в принципе этих теней может и не быть так и давайте посмотрим форму или текстуру то есть вот так текстуре такими точками я заполняю то есть лист листы да какие-то формы которые может быть будут выходить попробуем такое пятно добавить цветов то есть это возможно те цветы цветение которых будет на данных клумбах или кустарник так так ну наверное слишком большие размер при сильном давлении давайте увеличим при сильном дано базовый размер мы свою очередь уменьшим и легкими вот легкими штрихами да примерно такие меня устраивают эти уберем слегка-слегка просто помахивая пером по рабочей плоскости я получаю такие точечки добавим желтого возможно да цветники какие-то в природном стиле будут все это делом разбавлять и давайте уже поработаем над какой над каким-то элементами деталями то есть мелкими именно обработки такими штрихами я обозначу газон или возьму опять же перо так кончики там соприкосновения с объектами травы там будут выделяться примерно но и везде по площади покажу что это у меня газон они не болото скажем или не какое-то море зеленое вот таким образом волнистыми штрихами то есть можно как угодно это сделать допустим мне понравится вот так итак вернем нашу рамку еще один момент который придаст выразительности возможно участку давайте наверное зажмем его в рамке то есть создадим еще один слой и создадим забор геометрическая форма пером так посмотрим толщина толщина сразу же да в принципе да довольно достаточно тонкий то есть такой забор может быть даже и рабица сетка неважно создадим еще один слой ну то есть это тот способ который мне ближе да я беру опять перо делаю его немного потолще то есть не вот так проще но вы можете абсолютно по-другому можете просто нарисовать я опять поднимаю нас и на слое беру ластик увеличиваю в размере так увеличиваю и то есть показываю опоры до столбы которые держат пролеты моего ограждения вот так просто и уже потом с этими стол здесь стираем здесь совершенно ничего нет и уже уменьшаю размер ластика прорабатываю края делаю их более аккуратными такими резкими движениями в принципе получился довольно доходчивый план скетч до его плюсы в принципе такое недолго нарисовать создать и здесь все понятно здесь проработана есть идея сохраним проект сохранить как то есть мы назначаем папку я даю файлу имя скетч файлы тиф и это сохранится весь проект со всеми слоями скетч план 1 здесь при следующем открытии в этой программе будут видны все слои я смогу дальше с ними работать как-то их прорабатывать в другом формате опять же в джипег да свои будут слиты надеюсь лекция была полезна увидимся в следующих уроках